Координатор движения «Весна» Богдан Литвин присоединяется к прямому эфиру «Фридома». Богдан, мы приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы вот сейчас посмотрели сюжет. Вы, кстати, тоже один из героев сюжета. Мы вас цитировали, там наша коллега вас цитировала. В целом разговор у нас об антивоенном движении с вами будет. И знаете, я подписан на моего друга, коллегу Романа Супера, на его телеграм. И всех, кто интересуется антивоенным движением в России, туда отправляю. Он был, кстати, героем нашей программы «Люди доброй воли» на нашем канале. И чем интересен этот канал? Каждый день, вы, наверное, Богдан, тоже знаете о его существовании. Каждый день он выкладывает граффити, какие-то листовки, какие-то знаки, антивоенные знаки, которые по всей России появляются не меньше их с начала войны. Как вы, Богдан, оцениваете, может быть, так даже не статистически, мы о цифрах чуть позже, а именно вот таким гражданским чувством своим, интуиции гражданской, как вы чувствуете, иссякает антивоенное движение в России, крепнет, маргинализируется? Как оно вообще, что с ним? Ну, ему нелегко, скажем так. Нас, например, пытаются признать экстремистской организацией, за это полагаются большие уголовные сроки. Но понятное дело, что когда ты борешься с авторитарным режимом, который ведет войну, убивает людей, то просто это быть просто не могло. С одной стороны, да, очень многие вещи, которые мы бы хотели делать, у нас сейчас не выходят делать из-за того, что люди опасаются за собственную безопасность. Но вот, например, да, вы говорите про то, что люди какую-то распространяют информацию на улицах. Это работает, это происходит. Мы пытаемся вовлекать в это тех, кто уже с нами согласен. Вот. Но это не единственное, чем сейчас занимается антивоенное движение. Хотя наша важная задача – это создать для Путина издержки в виде настроений в обществе. Потому что, насколько мы понимаем, для него важная история была, почему он принял решение начать вторжение. Он думал, что он таким образом упрочит свое положение внутри России, как будто вот думая, что в 2014 году у него это сильно получилось. Вот. И мы видим, что люди действительно устали. Мы видим о том, что доверие очень сильно подорвано мобилизацией. Есть множество факторов, при том, что нам очень сложно говорить об объективной социологии из-за того, что большинство людей отказывается участвовать в вопросах, именно тех, кто выступает против войны. Но мы видим, да, по очень разным вопросам. Мне, например, нравится методика Russian Field, которые разделили всех на три группы. На тех людей, кто убежденно за войну, на тех, кто убежденно против войны, и тех, кто просто конформисты, не интересующиеся и так далее. И третья группа пока больше всего, но эти люди потенциально могут превратиться в пассивных противников войны. И мы ведем работу в том числе на тему того, чтобы этих людей число росло, и чтобы они переходили в наш лагерь. И вот, например, сейчас ведется работа с родственниками, в первую очередь, с матерями и женами мобилизованных. Они уже попали в армию, не все из них попали на линию фронта. И сейчас эти люди жалуются. И вот это вот их жалобы нужно направить в правильное русло. Мы людям объясняем, что никогда им там не будет хорошо, никогда им никаких условий не создадут. Единственное, что нужно требовать, это вывод войск. Это единственный способ спасти жизни их родственников. Мы с этими людьми ведем на эту тему разговор. Это долгая работа тоже. Но если, опять-таки, получится сформировать устойчивое мнение по поводу требования вывести войска из Украины, именно среди родственников тех, кто уже там оказался, это может сыграть большую роль. Так же, как то, что там родственники могут не давать своим близким там в новых волнах мобилизации оказываться. Это успешная работа? Ну, вот ваше переубеждение работает, потому что мы видим даже среди, там, условно, союзников, да, там, тех, кто поддерживает Украину, антипутинцев, россиян, которые уехали, не у всех есть четкое понимание, что, там, сочувствие к плохим условиям на фронте это не совсем то, что нужно для остановки войны. И вот ваш посыл очень верный, но насколько эти родственники слышат вас? Ну, на самом деле, дело в том, что некоторые используют этот посыл, который неверный, для того, чтобы саботировать свою отправку из частей, которые находятся на территории России и Беларуси, на фронт. Мол, типа, мы никуда не поедем, пока вы там нам что-то там не обеспечите. Это такая форма саботажа, мне не кажется, что это то месседж, который нужно нести в массы, это просто то, как люди сами себя ведут, вот, но, условно, к сожалению, оно не происходит по мгновению палочки, что вот мы начали работу и сразу же у нас все переубедились, на это тоже, к сожалению, требуется время, но, ну и да, и сейчас, безусловно, очень сложно оценивать общественные настроения из-за сложности социологии, вот, но мы знаем о том, что мы, на наш взгляд, делаем правильное в данной ситуации дело, влияем как раз с правильным, на наш взгляд, лозунгом, вот, и надеюсь, мы достигнем успеха. Да, вы действительно делаете очень много работы и движение, которое вы предоставляете весна, да, вот, которое начиналось, фактически, с объединения петербургских активистов и сегодня превратилось в лидера в Российской Федерации, в антивоенное движение, это очень важно. Вот вы, ну вы, Богдан, мы много раз с вами общались в наших эфирах, особенно, когда вот стартовала вот так называемая частичная мобилизация, мы показывали листовки, которые распространяло ваше движение, вот, нет мобилизации, да, по определенным датам, когда призывали выходить для того, чтобы участвовать именно в мирных акциях протеста, вы на этом акцентировали внимание, но я хочу вас спросить, вы перечисляли категории тех, кто, да, там, мобилизован и так далее, как они на это реагируют, я хочу вас спросить, а как вот эта категория людей, которые, и насколько она существенна, эта категория людей, по количеству, как вы считаете, которые, вот, они за войну, но они против своей мобилизации? Мне кажется, что вот, условно, вот, тоже у Russian Field был хороший опрос на эту тему, что летом, условно, ядро сторонников войны было больше, чем противников, именно убежденных, вот, и оно именно из-за мобилизации упало, то бишь люди стали, там, давать какие-то конформистские ответы и так далее, не сильно, к сожалению, выросло именно убежденное число противников войны, там, буквально на пару процентов, но практически в два раза обвалилось число сторонников, то бишь, да, люди думали, что война будет идти, там, какими-то условными профессионалами, их это не коснется и так далее, Путин сколько лет рассказывал, что он сделал сильную армию, а тут оказалось, что это не так. Знаете, вот это вот можно еще немного провести, какие-то параллели с 1914 и так далее годами, вот, постепенно, постепенно общественное мнение меняется, люди разные видят проблемы и сталкиваются с этими проблемами, вот, видишь, что их ожидания не совпадают с реальностью, это тоже влияет, да. Так что, и думаю, среди, так сказать, яростных сторонников брожение тоже постепенно будет происходить. Богдана, мы еще хотим вам задать вопрос, мы сегодня нашим гостям и экспертам всем задаем этот вопрос, на самом деле очень важный, мы уже немножечко говорили с Николаем Полозовым, говорили о различиях и насколько разительна ли есть разница между тем, кого мобилизуют на временно оккупированных территориях и тех, кого мобилизуют, но кто против Российской Федерации. Я хочу у вас спросить о временно оккупированных территориях, Донецкая область, Луганская, Донецк, Луганская, Крым, вот те процессы принудительной мобилизации, которые там продолжаются, вот, опять же, напомню, акцентирую внимание, недавняя информация о том, что в Донецке мобилизовали уже женщин, мобилизуют, да, принудительно, потому что, ну, надо каким-то образом пополнять ряды, давайте будем брать уже, ну, всех. Мы как-то общались недавно и с представителями главой областной военной администрации Гландской области, Сергей Гайдая, он говорит, уже некого даже, ну, мобилизовать некого, уже всех мобилизовали, в шахтах мобилизовали, в Донецке сейчас очень критическая ситуация, ЖКХ, там не хватает людей, потому что их тоже мобилизовали, работников не хватает даже для работы, проведения. Скажите, вот, пожалуйста, хотелось бы тоже, чтобы вы немножечко свое мнение высказали вот об этой принудительной мобилизации, которая проводится на временно оккупированных территориях. Насколько я знаю, там даже раньше начали принудительную мобилизацию, во всяком случае, в Донецкой и Луганских властях, на оккупированных территориях, там, по-моему, и летом хватали на улицах мужчин. Понятное дело, что отношение к оккупированным территориям у российского государства еще более скотское, чем к остальным людям. И, короче говоря, получается, что на них обкатывают весь ужас, их просто там, да, смотрят, о, можно ли это сделать вот так вот. Вот. Ну и понятное дело, что там были еще летом все вот эти вот видео, как они там отказываются воевать за друга, за вот эти вот сущности, которые там оккупация породила. Вот. Что они там все еще хуже как-то одеты, что условно там в тапочках и так далее. Вот. Ну, просто условно смотрят, что территория нужна, люди, которые на ней живут, на них как-то все равно. Их можно там с ними что угодно сделать. Ну, как бы вот такое вот отношение, понятно. Вот. Это, конечно, знаете, я вот даже не знаю, это вот как бы в голове не укладывается просто сходство и глупость одновременно просто. Вот. Они как бы сами своими действиями только показывают дополнительно людям в свою неправоту. Если вот они якобы пришли кому-то помочь, они на самом деле именно этим людям, кого якобы спасают, делают хуже. Вот. Сто крат раз. Какие города в первую очередь бомбят? Как относятся к людям на оккупированных территориях? Ну, вот понятно, что просто все их публичные заявления – это просто ложь. Вот. И да, вот принудительная мобилизация там началась раньше. Вот. Как-то так. Да. И в заключении, Богдан, вы несколько раз во время нашей беседы сегодняшней говорили, ссылались на данные Russian Field. И меня поразила цифра, о которой мы сегодня говорили. 94% россиян отказываются участвовать в вопросах о войне. Что бы это значило? Вот за этой грандиозной совершенно, за грандиозными процентами, что скрывается? Они против войны и боятся? Ну, я не уверен, что, конечно, 94% против войны и боятся. Это, конечно, было бы очень хорошо, но вряд ли. Вот. Но в целом, конечно, люди действительно напуганы. Именно для этого и было принято все законодательство, которое поспешно принимали в марте-апреле месяце. Вот. Именно для того, чтобы людям было страшно высказываться. Знаете, вот. Просто я помню, как только вот первые дни после 24 февраля был большой, так сказать, парад каких-то коллективных обращений. Люди очень смело высказывались тогда. Вот. И это все резко как бы было загнано в подполье. Вот. Соответственно, мы сейчас там действительно очень сложно говорить о том, какие настроения в обществе с точки зрения цифр. Вот. Мы можем понимать, какие есть тренды. Вот. И работать в этом поле. Но при этом у нас нет там словно прям ультраподробной социологии с разбивкой по... Ну, знаете, как вот словно американцы делают социологию. У них там все вплоть до каких-то малых групп и все известно. Вот. К сожалению, нам здесь намного сложнее в этом плане отталкиваться при работе. Спасибо вам, Богдан, за это включение. Знаете, как советские диссиденты, с некоторыми из которых мне посчастливилось быть знакомыми, когда они были живы, они любили говорить за успех в нашем безнадежном деле. Обычно выпивали за это. Я желаю вам успеха в вашем обнадеживающем деле, которое, надеюсь, принесет свои плоды, потому что бороться за мир и против этой подлой, бессовестной, бесстыдной войны – это то, что сейчас, мне кажется, каждый честный россиянин должен делать. И вы это делаете, и ваши коллеги. Спасибо вам, Богдан, за это огромное. Богдан Литвин, сотрудник и глава молодежного движения «Весна» был в нашем эфире.